Коралловый риф Ну что ж, приступим! Первым делом замаринуем лук. Для этого нарезаем его тонкими полукольцами. Выкладываем лук в глубокую емкость. Добавляем лимонный сок. И ложку сахара. Хорошенько перемешиваем и оставляем мариноваться. Крабовые палочки нарезаем по диагонали тонкими слайсами. Разрезаем помидор на четвертинки и удаляем плодоножки. Также вынимаем семена. Делается это для того, чтобы помидоры не пускали много сока, а наш салат не превратился в суп. После этого нарезаем помидоры тонкой соломкой. Перец очищаем от семян и удаляем перегородки. Также нарезаем его тонкой соломкой. Пару кусочков перчика отложите в сторону. Позже я объясню зачем. Сыр натираем на крупной терке. Здесь у меня смешанный майонез со сметаной. Вместо сметаны вы можете использовать натуральный йогурт. Добавляем паприку и сухую горчицу. И немного соли. Все хорошенько перемешиваем. В глубокой миске смешиваем помидоры и перец. Добавляем к ним крабовые палочки. Также добавляем лук, предварительно отжав его от лишней жидкости. Не забываем про тертый сыр. В конце добавляем тертый чеснок и заправку. Все хорошенько перемешиваем. При помощи вот такой формочки выкладываем салат на тарелку. Помните, я говорила отложить несколько кусочков перчика? Мы будем использовать их для украшения салата. Нарежьте перец мелким кубиком и посыпьте салат сверху. Также мы украсим салат вот такими ажурными чипсами. Сейчас я покажу, как их приготовить. В глубокую миску наливаем 5 столовых ложек воды. Добавляем чайную ложку муки. И 2,5 столовые ложки растительного масла. Тщательно взбиваем все венчиком до однородности. Хорошо разогреваем сковороду с антифригадным покрытием. Выливаем смесь и убавляем огонь до среднего. Поначалу она будет сильно шипеть. Как только шипение прекратится, снимаем чипс с огня и прикладываем на бумажные полотенца. Вот такая красота получается. Украсть ей салат по своему усмотрению. Вот что у меня в итоге получилось. Друзья, если вы хотите смотреть еще больше интересных рецептов от Притрава Клаб, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно нажимайте на значок колокольчика под видео, чтобы получать уведомления о новых рецептах. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...